В данной лекции мы будем рассматривать статистический метод кластеризации, статистический алгоритм, носящий название EM-алгоритм. EM – это сокращение от двух шагов данного алгоритма – expectation и maximization. Прежде чем перейти к самому алгоритму, нам необходимо рассказать про некоторые предпосылки, которыми мы будем пользоваться в данном алгоритме. Первое – это гипотеза о вероятностной природе данных. Мы будем считать, что обучающая выборка, наша выборка X, является случайной и независимой и состоит из смеси распределений. Таким образом, вероятность появления объекта – это сумма по каждому кластеру. Вот такой вот функции плотности распределения кластера Y на априорную вероятность появления объектов в кластере Y. Значит, WY – это априорная вероятность появления объектов. Естественно, по сумме WY по всем кластерам у нас будет равна единице. То есть, другими словами, WY показывает, в принципе, как часто появляются объекты в кластере Y. PY от X – это функция плотности распределения кластера Y. И следующая предпосылка, следующая гипотеза. Мы будем считать, что вот эти функции плотности распределения кластеров являются нормальными распределениями. То есть, мы говорим, что кластеры у нас n-мерные и гауссовские распределены по нормальному закону распределения. Это известная формула. Вот она представлена на слайде. Ну, что здесь? Некоторые обозначения. N-Y – это центр нашего кластера Y. Вот здесь вот это у нас введем обозначение. Во-первых, σY – это диагональная матрица ковыриаций. Ну, поскольку это матрица ковыриаций, на главной диагонали у нее будут дисперсии. И введена некоторая функция ρY в квадрате от объектов X и X'. Это вот такая вот функция. Здесь в числителе квадрат разности между объектами X и X' и в знаменателе дисперсия. Значит, давайте посмотрим визуально, что подразумевается вообще под всеми этими словами. Пусть у нас есть некоторые кластеры. Ну, как-то так один кластер. И как-то так вот другой кластер. Значит, кластер. Объекты у нас двухмерные. Мы считаем, что объекты, признаки объекта, объекты имеют только два признака по оси X и по оси Y. И, соответственно, объекты появляются не просто так в нашей выборке, появились не просто так, а подразумевается, что они подчиняются какому-то закону распределения. Ну, и в частности, мы уже уточнили, что будем считать, что это нормальный закон распределения. Соответственно, здесь мы можем нарисовать функции плотности вероятностей для каждого из кластеров по каждой из осей координат, то есть по каждой из осей признаков. Вот. Но это известные всем нам такие вот колокольчики. Вот. То есть, если объект появляется в кластере, мы будем считать, что если объект появляется в кластере, то есть появился в нашей выборке, то, скорее всего, он будет располагаться ближе всего к центру кластера. Ну, соответственно, для каждого из кластеров мы можем посчитать или оценить дисперсию и центр данного кластера. Давайте перейдем непосредственно к алгоритму, к ЕМ-лгоритму. Первое, что нам нужно сделать, это задать некоторые начальные приближения. Начальные приближения нам нужны для W, Y. Это априорная вероятность появления объектов из кластера Y. Ну, то есть, как часто будут появляться объекты в классе Y. Мил-Y – это центр нашего кластера Y. И сигма-Y – это та самая диагональная матрица к вариациям. Для каждого кластера, мы это задаем для каждого кластера из Y большое. Тут стоит сказать, что первое отличие от рассмотренного нами в прошлой лекции иерархического подхода, в ЕМ-лгоритме нам, помимо вот этих вот начальных приближений, нужно задать еще и количество кластеров, предполагаемое количество кластеров, то есть, на сколько кластеров наш алгоритм будет разбивать данные. Это вот одна из особенностей, считать это недостатком или нет. Но, тем не менее, нам необходимо задать количество кластеров. Если мы его не знаем наверняка, то придется проверять для разного количества. Ну, как задать начальные приближения? Ну, наверное, W и Y можно сделать равными на первом шаге. В качестве начального приближения считать, что вероятности появления объектов в каждом кластере одинаковые. Ну, вот эти вот вещи задать каким-то случайным образом. Дальше. Непосредственно перейдем к алгоритму. Как было сказано, наш алгоритм состоит из двух шагов. Шаг E, expectation, то есть, ожидание или оценивание. И шаг M, maximization, максимизация. На E-шаге мы рассчитываем вот такую вот величину G и T, Y. Так называемая скрытая переменная. Это не что иное, как апостериорная вероятность того, что и T-объект принадлежит к кластеру Y. Вероятность того, что и T-объект принадлежит к кластеру Y. И рассчитываем мы это на основе формули Байса. В числителе W, Y, P, Y, X и T. То есть, вероятность появления объекта в кластере на закон распределения данного кластера. И в знаменателе вероятность появления объекта в целом может быть рассчитана как сумма вот этих вот W на P, X и T. То есть, таким образом, на шаге E мы для каждого объекта рассчитываем апостериорную вероятность того, что этот объект принадлежит каждому из кластеров Y. Далее мы переходим к шагу M нашего алгоритма. Теперь на основе вот этих вот рассчитанных величин G мы можем пересчитать, во-первых, вероятности появления каждого из объектов в кластере. То есть, вероятность появления кластера, да, в целом это естественным образом сумма G и T, Y, ну, деленная на L, на количество. Мы можем для каждого кластера пересчитать центр этого кластера, опять же, используя вот эту вот апостериорную вероятность, апостериорные вероятности по каждому объекту и каждому кластеру. И можем пересчитать, соответственно, дисперсии. То есть, здесь мы пересчитываем все параметры нашего законораспределения, которые нам необходимы для того, чтобы описать наш законораспределения. То есть, таким образом, еще раз, мы на шаге E оценили вероятности того, что каждый объект принадлежит к кластеру при данном законе распределения кластера. А на шаге M, исходя из рассчитанных G и T, Y, пересчитали параметры каждого из кластеров. И повторяем эти шаги до тех пор, пока параметры, то есть, наши кластеры не перестанут изменяться. Ну, давайте посмотрим визуально, как это работает на примере. Пусть у нас исходно есть некоторые объекты. Они показаны вот здесь зеленым цветом. Первым шагом мы задаем, как мы уже сказали, количество кластеров, на которые мы будем проводить разбиение. В данном случае, давайте мы укажем два, да, мы указали два кластера. И некоторые начальные приближения для каждого из кластеров. То есть, на нулевом шаге, скажем тогда, в качестве начальных приближений, мы задали, что наши кластеры имеют вот такие вот центры. И, соответственно, некоторые такие вот дисперсии по каждому из законов распределения. Дальше мы переходим к шагу E. На шаге E, еще раз, мы рассчитываем о пастериорной вероятности того, что ИТ-объект принадлежит к кластеру Y. То есть, мы оцениваем для каждой точки, для каждого объекта вот эту величину G, ИТ, Y. И на картинке, чем более синяя точка, тем больше вероятность того, что этот объект принадлежит синему кластеру. То есть, тем больше значение G, ИТ для синего кластера. И чем более красная точка, наоборот, тем больше G, ИТ красная для этого объекта. Ну и можно заметить, что примерно где-то посередине нашей выборки у нас объекты, судя по всему, некоторого такого промежуточного цвета между синим и красным. То есть, здесь вероятности G, ИТ синяя, G, ИТ красная для каждого объекта приблизительно равны. Теперь, что мы делаем? Теперь мы переходим, это шаг E, мы оценили для каждого объекта вероятность и принадлежность к каждому из кластеров. На шаге M, что мы делаем? Мы теперь по этим данным, то есть, условно говоря, по тому, как мы раскрасили наши объекты, пересчитываем параметры каждого из кластеров. Пересчитываем параметры каждого из кластеров. То есть, теперь мы видим, что центр кластера сместился, синего кластера сместился куда-то сюда. И также он изменился, скажем, свой разброс по двум координатам. Соответственно, он стал вот таким вот вытянутым эллипсом вдоль тех объектов, вероятность принадлежности к которым была наиболее высока. Ну и аналогично изменился красный кластер. То есть, вот на этой картинке, на этом шаге мы завершили первый прогон нашего алгоритма, первую итерацию нашего алгоритма, прошли шаг E, прошли шаг M. Ну и повторяя какое-то количество раз наш алгоритм, можно заметить вот этот результат после второй итерации, после пятой, после двадцатой. Мы можем заметить, что наши кластеры принимают, ну и, соответственно, законы распределения наших кластеров, они принимают все более, ну скажем так, правильную с точки зрения визуализации форму. То есть, у нас выделяется вот здесь вот один кластер синих объектов и другой кластер красных объектов. Вот. Таким образом, подводя некоторый итог, E, M алгоритмы – это статистический алгоритм, при котором мы считаем, что объекты в нашей выборке появляются не случайно, а согласно какому-то, согласно нормальному закону распределения. Алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге мы оцениваем опостерьерную вероятность принадлежности каждого объекта к каждому кластеру. И на шаге M пересчитываем параметры наших кластеров. И повторяем это до тех пор, пока, ну либо количество, количество, пока не достигнем заданного количества итераций, либо пока наши кластеры не перестанут изменяться. Данный метод, как было сказано, в данный метод необходимо задавать некоторые начальные параметры, начальные приближения, в частности, количество кластеров. Но, опять же, количество кластеров, как узнать? Мы, скорее всего, если к нам поступают некоторые неизвестные данные, нам, наоборот, эти данные нужно исследовать, и количество кластеров нам априорно неизвестно. То есть, для данного алгоритма нам придется рассматривать, прогонять этот алгоритм для разного количества кластеров и смотреть, что у нас происходит при каждом, в каждом случае. Это отличает данный алгоритм от иерархического подхода, когда нам, в иерархическом подходе, мы не задаем количество кластеров, на которые мы хотим разбивать данные. И это позволяет нам визуально, как бы, оценить самостоятельно, уже после процесса кластеризации, сколько же кластеров присутствует в нашей выборке. На следующем видео мы рассмотрим модификацию данного алгоритма, EM-алгоритма, который носит название алгоритм К-средних.